Очень активно обсуждается тема эмбарго на поставки нефти, и мы знаем, что ЕС планирует усилить санкции именно путем закрытия портов для российских судов и запрета на импорт энергоносителей. Вот хочется очень услышать ваше мнение и ваш прогноз. Правда ли, что могут быть цены до 300 или даже 500 долларов за баррель, и как вы видите, как будет развиваться эта ситуация? Очевидно совершенно, что технологически Европейский союз не может отказаться от наших энергоносителей. В то же время у нас существуют возможности наращивания экспорта в Китае и в Индию, в Юго-Восточную Азию, которая сегодня обеспечивает основную часть прироста мировой экономики. В общем, мы знаем, как нам использовать наши энергоресурсы, и замечу, что, конечно, приоритетным направлением в этих условиях является углубление переработки своих ресурсов и, наконец-то, качественное изменение структуры нашей экономики. Мы должны от экспорта сырья перейти к производству и экспорту готовой продукции. Поэтому сегодня нужно вкладывать большие деньги в нефть и газохимию, переходить от экспорта сырой нефти и природного газа и их переработки. Это дает возможность во много раз увеличить выпуск продукции, в том числе в рамках импортозамещения, потому что значительную часть продуктов нефти и газохимии мы получали из той же Европы. Так что европейцы нам сегодня создают, я считаю, уникальные и благоприятные возможности для наращивания внутреннего производства. И чем больше мы будем перерабатывать нефти и газы внутри страны, тем выше будут темпы нашего экономического роста и благосостояния наших людей. Но в то же время вот эта политизация энергетических вопросов, которая началась не сегодня, это такая старая тема, до сих пор эффекта серьезного не имела. И эта турбулентность, которая возникла еще до известных событий на Украине, которые стали предлогом для обострения санкций, стала прямым следствием неуклужих попыток Европейского Союза отказаться от импорта наших энергоносителей. Переход от долгосрочных контрактов к спотовым контрактам привели к резкому взгляду цен на газ, которые потянули с собой цены на нефть, раньше было наоборот. То есть формирование такого особого газового рынка на основе свободной торговли спроса и предложения привело Европейский Союз по сути к катастрофе в сфере энергетики. К многократному росту цен они отказались от наших старых торгово-экономических соглашений, которые были рассчитаны на десятилетия раньше, но хотя бы на несколько лет, и тем самым подвысили газовый рынок в состояние хаоса, на котором стали играть спекулянты. Я убежден, что с учетом этого негативного опыта либерализации рынка энергоносителей, нам нужно в нашем европейском пространстве строить рынок на основе долгосрочных контрактов, соглашений, которые были бы подтверждены государственными гарантиями на собственных ценах национальной валюте. Для этого, конечно, нужно обеспечить стабильность ценообразования, стабильность курсов национальных валют, что, в принципе, тоже можно сделать с учетом того, что наш торговый баланс положительный, и это означает, что теоретически мы можем обеспечить стабильность наших валютных курсов в обозримое время и всяких проблем. Если только уберем с рынков манипуляторов, спекулянтов, которые раскачивают курсы валют, ограничим свободную конвертируемость валюта торговыми операциями, прекратим отечество капитала, мы тогда сможем стабилизировать курсы валют, а значит, дадим хорошую основу для стабильного внутреннего ценообразования, которое бы отражало реальные издержки воспроизводства этих ресурсов и учитывало интересы потребителей. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я уверен, что Европа не сможет отказаться в будущем от импорта наших энергоносителей, с учетом того, что европейские денежные власти ведут себя, прямо скажем, неприлично, ведут себя противозаконно, запрещают ввоз своей валюты в Россию. Это все заставляет нас думать об отказе от этих валют. Поэтому я лично убежал о том, что нужно переходить на экспорт энергоносителей за наши национальные валюты, иными словами, экспортировать российский газ и не за рубли, Европейский Союз. И они сами к нам придут за этими рублями, экспортировать свои товары в том мере, в которой наш рынок их востребует. То есть необходимо нашим валютам придавать международную валюту и, как уважающие себя страны, экспортировать за свою валюту, они за тяжелые валюты, тогда мы отталкиваясь от этих санкций, усилим нашу махроэкономическую устойчивость и защитим себя от санкций. Потому что если бы мы экспортировали энергоресурсы в наших валютах, то никаких бы санкций на нас подействовать теоретически бы даже не могли. И они не могут запретить нам торговать собственной валютой. Так что вот эти все попытки Европейского Союза и США навязать нам свою политическую волю путем жестких экономических санкций в валютно-финансовой сфере, на самом деле это же ослабляет и США, и Европейский Союз. Они лишаются своего главного преимущества в мире, монопольного права на эмиссию мировых валют, монопольное право на ценообразование. Все это теперь понятно нужно менять, менять на наши собственные внутренние механизмы. Наши метки и газа они никуда не денутся.